Приветствую вас на первом циничном канале и в продолжении предыдущего сюжета небольшой реквием по мужскому движению. Только что я разместил сюжет, где сказал, что мужского движения больше нет, оно попросту умерло. И уже по комментариям вижу, что многие с этим не согласны, а кого-то это просто, мягко говоря, расстраивает, хотят сохранить мужское движение в том виде, в котором оно было. Типа умерли активисты мужского движения, а само движение живо. Что я хотел бы сказать. Друзья, учтите одну вещь, что без смерти нет развития, нет перехода на следующий качественный этап развития. Увы, так устроен наш мир. Это иногда очень трудно и грустно принять, что самый большой скачок в развитии осуществляется через смерть. Я говорил это в некоторых образах, что, допустим, максимальный апогей развития в конкретной жизни, он, как правило, перед закатом образуется. Например, осень. Посмотрите, насколько осень действительно разнообразнее, чем, допустим, лето. Едино-зеленое лето. А здесь красное, желтое, такое разноцветие. Это действительно последний аккорд перед закатом. Дальше смерть, но дальше возрождение. Возрождение без смерти не бывает. Возрождение на новом этапе. И чтобы было возрождение, увы, должна быть смерть. Может быть, существует где-нибудь иной мир с иными законами. Но вот в нашем мире все так. И поэтому для того, чтобы мужское движение могло дать что-то колоссальное, достичь каких-то стратегических целей, оно сейчас должно умереть в том виде, в котором оно существовало до недавних пор. В чем цель мужского движения? Может ли оно достигнуть каких-то колоссальных целей вот в этом виде? Я думаю, что нет. В том ли цель, чтобы дать человеку, мужчине понять, что не прогибайся ты под эту матриархальную прошивку, под оленью прошивку, не начинай и уж тем более не продолжай отношения, в которых тебя используют в качестве ресурса. Сливай, направляй ресурс на себя и так далее. В этом ли цель? Стратегическая. То есть тактическая цель? Да, вполне. Зачем? Зачем держаться за какие-то отношения, в которых ты ресурс? В которых тебя не уважают как личность, к тебе относятся хуже, чем к собаке. Зачем за эти отношения держаться? И в этом плане мужское движение, я считаю, дало огромную информацию, выполнило свою функцию. Оно дало понять, что вот за это держаться не нужно. Скажем так, самую черноту, но оно более-менее подсветило, тем самым дав понять, что насколько эта чернота черна. Но дальше. Стратегическая цель. Может ли быть стратегическая цель, какая-то качественно превосходящая цель в том же самом? То есть опять там, не связывайся вот с меркантильными женщинами, там, не прогибайся, не олень. Нет. Стратегическая цель, я думаю, должна быть все-таки побольше. Например, сделать человека счастливым. Сделать мужчину счастливым. Объяснить ему, как стать счастливым. Попросту. Понимаете, что такое стать счастливым? Отказаться вот от всего этого, что в том числе делает нас несчастными. Да, но не только. Дальше, дальше понять, что на самом деле делает вас несчастными. Вы можете считать, что это конкретные проявления внешнего мира. Что вот женщина к вам так относится плохо, вы несчастны. Относилась бы она иначе, там, каким-то, ну, там, хорошим образом, вы были бы счастливы. Денег у вас сейчас нет, были бы у вас деньги, вы были бы счастливы. Там, вам за работу платят мало, платили бы больше, соответственно, были бы счастливы. В этом ли суть? Не лукавите ли вы сами себе? Я думаю, что вот этот следующий виток развития, подъем на качественно иной уровень, должен начинаться с того, что вы должны прекратить себе врать. В этом ли развитие? А может ли вам просто хочется заплакать иногда? Вот так вот, банально. То есть, вас не устраивает все глобально. И вот эти деньги, вы сами просто находите себе оправдание, что вот были бы деньги, я бы был счастлив. Была бы нормальная женщина, был бы счастлив. А может быть, вы по каким-то неведомым для вас причинам хотите заплакать и на потолок полезть, или, там, стеночку покорябать. И, в общем-то, женщина, если вдруг она найдется нормально, и денег на вас, там, мешок свалится, ничего не изменит. У вас все равно останется вот это внутреннее, глобальное какое-то неудовлетворение жизнью. И вы не понимаете, чем. А почему вы не понимаете, чем? Может быть, вы боитесь себе признаться в чем-то таком, что не модно даже для вас. Не вписывается в вашу прошивку, даже свободную, допустим, от эллинизма. Это знаете как? Знал я одного человека, и сейчас знаю. Это даже родственник мой, дальний довольно-таки. Он мне сказал интересное наблюдение. Когда Советский Союз развалился, в общем-то, ну, много людей стало верующими, это понятно, мода на религию появилась. И вот он, ну, вроде бы он стал верующим. Вот он сказал, что интересное дело, я верующий человек, православный христианин, но я не могу, вот, идя по улице, перекреститься на храм. Почему? Потому что советскому человеку вдолбили, что это плохо. Все уже на каком-то, не то что метафизическом, наверное, на уровне безусловных рефлексов. Да ты что? Ты что там? Ты поп, что ли? В советское время на попов поворачивались. Вот я даже помню, что, ну, в 80-е годы еще ребенком, о, поп идет, там, если в рясе, поп идет. Нифига себе. Так вот, может быть, вы чего-то боитесь? Боитесь признаться себе в чем-то, что, признали в чем, сделает вас не настоящий мужчина. Опять же, то есть вы отвергли те лекала настоящего мужчины, там, должен обеспечивать, щедрый, обязан-обязан, должен-должен. Ну, например, такую фигню, как настоящий мужчина не плачет, на которую вас, кстати, практически всех затачивали, вы отвергаете. И поэтому, ну, обречены, по сути, топтаться на месте. Что я бы советовал? Сядьте как-нибудь и подумайте, чего вы хотите. Просто чего хотите по-настоящему. Если вы считаете, что женщин нормальных, денег, власти, может быть, подумайте еще. Потому что, получив все это, вы можете остаться несчастным. Подумайте не просто, что вы хотите, а что даст вам покой, что даст вам счастье. А счастье в покое, в основном. Что даст вам действительно ощущение покоя, что вам не надо куда-то бежать, чего-то достигать, хватать и так далее. И, может быть, сравнить с тем, что вы действительно, вот сейчас прям первое, вот что вы хотите там, женщин, денег, власти и так далее, запишите, ну, прям на листочке это запишите. А дальше подумайте обстоятельно, что даст вам покой. И тоже запишите. И посмотрите, что это могут быть разные вещи. Скорее всего, это будут абсолютно разные вещи. Если только во втором случае вы себе не соврете. И действительно скажете, что там, не знаю, вот, плакать хочется, елки-палки, вот от чего-то, вот почему-то хочется и все. Сопоставьте. И вы поймете, что в том, что вы хотите, нет ничего на самом деле от вас. Оно вам все точно так же навязано. И то, что оно уже свободно от так называемой оленей прошивки, это еще не значит, что оно свободно в принципе. Вот поле деятельности для обновленного мужского движения. Для того, что сейчас, я надеюсь, вырастет на мужском движении. И знаете что? Ну, наверное, на этом закончим. Хотел бы подытожить все это. Древние люди, как я все больше и больше понимаю, они были не глупее нас. Те, которые создали культуры, цивилизации, философию, в чьих понятиях мы думаем до сих пор. И вот эта вот надпись «Познай самого себя» в храме Аполлона, кажется, в Дельфах, она очень интересная. Познайте сами себя. Для начала попытайтесь понять, что сделает вас счастливым. И я думаю, что это будут не только какие-то конкретные проявления. Вот нашел женщину, все, стал счастливым, хорошую. Не нашел, не стал. Неужели вы считаете, что внутренний покой, покой души может зависеть от каких-то внешних обстоятельств? То есть вы стали счастливым, хорошо, а дальше? А дальше, ну, не знаю, накрылась ваша женщина. Там, ну, скончалась, например, померла, там, погибла. Вы что, стали? Понятно, что вы будете несчастны по поводу этого события. Но вы стали менее самодостаточным? Нет. Понимаете, от внешних событий не должно зависеть ваше самое, ну, извиняюсь за тавтологию, внутреннее нутро. То есть вы не должны меняться, каким-то образом, вот, менять стержень. Вот и все. Вот это и есть счастье. И то, что вы сейчас себе, ну, как бы, напридумывали во многом, что вот стану счастливым, если, стану еще более счастливым, если, как правило, к этому внутреннему стержню никакого отношения не имеет. Будем работать стратегически, будем работать уже в новых реалиях. То мужское движение, я не говорю, что оно было плохим, оно дало, что могло дать. Оно не могло дать больше. Потому что там была критика. Там была критика внешней стороны вообще жизни. Сейчас пришло время взяться за внутреннюю сторону жизни, взяться за формирование личности. Этим мы будем заниматься и начнем буквально завтра уже на стриме. Буквально по чуть-чуть будем начинать. Ну вот, это небольшое пояснение. С одной стороны, реквием, действительно, по мужскому движению. С другой стороны, может быть, кому-то было непонятно немножечко, что значит мужское движение умерло. Оно не умерло в буквальном смысле. Оно перерождается сейчас. Перерождается через смерть. Но это не значит, что мы что-то потеряли. Мы обретем намного больше. Главное, что придется работать. Это не вечная критика. Это работа и в первую очередь над самим собой. Ну вот, надеюсь, так будет немножко понятней. Продолжение следует...